В Доме правительства обсудили инициативы президента по грядущему изменению пенсионной системы. Владимир Путин выступил с получасовым телеобращением к жителям страны и предложил внести в законопроект ряд поправок. Отдельные поручения для региональных властей. По всем подробнее Дмитрий Ковалев. 16 июня 2018 года правительство внесло в Государственную Думу законопроект об изменениях в пенсионной системе. 19 июля он был принят парламентом страны в первом чтении. Естественно, все это воспринимается многими людьми болезненно. Я хорошо это понимаю. Но давайте посмотрим, какие у нас есть варианты. Смириться с низкими доходами пенсионеров и ждать, когда пенсионная система затрещит и окончательно развалится. Переложить непопулярные, но необходимые решения на плечи следующего поколения. Или понимая, что ждет страну через 15-20 лет, учитывая реальную ситуацию, действовать. Вариантов немного, а ответ очевиден. Количество трудоспособных россиян с каждым годом снижается. А вот число пенсионеров увеличивается. Если не предпринять действенные меры сейчас, то в перспективе это может усугубить экономическую ситуацию. Заявление президента в правительстве республики проанализировали детально. Мы должны уже общественное мнение формировать, где какие у нас сильные стороны, где какие слабые стороны, где мы дополнительные решения должны принимать. Так Владимир Путин предложил сократить на три года возрастной порог для женщин. Многодетные матери, отметил президент, должны уходить на заслуженную пенсию раньше. Если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей, на четыре года раньше. А для женщин, у которых пять и более детей, все должно остаться как сейчас. Они смогут выходить на пенсию в 50 лет. При переходе на новую систему должны быть сохранены и действующие льготы для пенсионеров. Владимир Путин поручил региональным властям озаботиться этим вопросом сейчас до принятия закона. Отдельные льготы по налогам на землю, на имущество там, на уровне муниципальных образований тоже принято. Потом решение правительства в соответствии с теми проектами, законами, которые будем готовить. Ну и финансовые подкрепления. Или, по крайней мере, мы должны понимать, в связи с тем, что мы не сокращали финансирование на те льготы, которые в сфере жилищно-коммунального хозяйства по всем направлениям. Потом дополнительно мы присваивали звание ветеран труда Чуварской республики. Эти льготы тоже, как бы сказать, распространены на тех людей, которые в предпенсионном возрасте находятся. 14 направлений – это льготы ветеранам труда, льготы федеральным льготникам, льготы почетным донорам. Президент акцентировал внимание на сохранение льгот по транспорту. Я хотел бы здесь напомнить то, что льготы на проезд у нас предусмотрены в выплате ветеранам труда Чуварской республики, ветеранам труда Российской Федерации. Эти выплаты у нас составляют порядка 1100 рублей, каждый ветеран получает. И в составе этих ветеранских выплат сидят денежные средства, которые предусмотрены на компенсацию части затраты за проезд. Владимир Путин предлагает поддержать и жителей села. Уже неоднократно обсуждалось и даже принималось решение о необходимости 25-процентной надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих в населении, у которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве. Но вступление этого решения в силу откладывалось. Предлагаю начать эти выплаты уже с 1 января 2019 года. По словам Владимира Путина, изменения в пенсионной системе должны гарантировать и устойчивый рост доходов. Через 6 лет размер выплат должен достигать 20 тысяч. Все направления государственной поддержки будут сохранены. Кроме того, лиц пенсионного возраста имеют право получить налоговые люготы. Законодательством предусмотрено предоставление налоговых люгот на налог на имущество физических лиц. На сегодняшний день данным правом воспользовались в республике около 170 тысяч пенсионеров и получили около 70 миллионов они люготу. Большой объем работы предстоит региональному Минюсту. Ведомству необходимо актуализировать нормативные документы. Мы уже в рамках этой работы приступили к актуализации всей нормативной базы, к приведению именно этого понятия к предпенсионному возрасту. И, соответственно, данной работой занимаемся. Помним о тех вопросах, которые связаны с льготой по недвижимости и по земле. В связи с этим тоже для себя ставим задачу проактуализировать базу, как федеральную, так и региональную, по нашим льготникам, как-то многодетные семьи. А еще Владимир Путин предостерег работодателей. За увольнение сотрудников предпенсионных лет руководителям придется отвечать. Поправки от президента к новому закону рассмотрят депутаты. Законопроект пройдет уже второе чтение в Госдуме.